Всем привет, с вами Йетти. В этом видео я хотел бы с вами поделиться тем, что со мной происходит в плане слива воды, как я успешно избавляюсь от жидкости с помощью натриевой разгрузки и свою диету рассказать на 4 дня, потому что за все время этой сушки я диетил реально только 4 дня, все остальное время я жрал все, что захочу. То есть у меня было вначале периодическое голодание, в которое я ел, ну то есть у меня был четмил каждый день, просто какие-то периоды голода были, ну скажем в 12 часов в сутки я ничего не ел, 12-16, и остальное время я накидывал в себя все, что угодно. Затем это просто было повышение интенсивности на тренировках, повышение количества тренировок и так далее. При этом калорийность сохранялась почти всегда на неизменном уровне в 4000-4500 калорий. Как только стал тренироваться 2 раза в день, моя калорийность выросла до 5000 калорий, и в общем такими темпами я сушусь. Что у меня происходит? За 8 дней до соревнований мой вес составлял 105 кг, я максимально был наполнен гликогеном, как вы помните из-за того, что я ел все, что угодно и тренировался 2 раза в день. Во мне было большое содержание натрия, мне нужно сделать разгрузку небольшую на 4 дня, 4 дня диеты у меня будет за все время этой сушки. То есть каким образом я начал это делать, и уже кстати говоря появились первые результаты, прошли ровно сутки, я потерял 2,5 кг за день воды. Ну то есть как вы видите, я подсекся гораздо лучше, чем это было, ну скажем еще вчера. Еще вчера у меня были щеки, за сутки я потерял ровно 2,5 кг. Я весил 105, сейчас мой вес 102,5 кг. Как я минимизировал натрий? Какая у меня диета? То есть я уже сказал про нюансы слива воды. В общем-то перешел я на такое питание. У меня примерно 500-600 грамм куриного филе в день, при этом очень слабо оно содится, очень, меньше раза в 3, чем в обычном состоянии, ну то есть совсем чуть-чуть, просто чтобы было более-менее приятно есть. Кроме этого, у меня 100 грамм протеина в сутки. То есть протеин вот, вот такой приобрел, и в этом протеине минимальное содержание натрия. То есть из всех доступных видов сывороточного протеина, я выбрал именно тот, с которым минимальное содержание натрия. Я в интернете просто пролистал очень быстренько, посмотрел состав по всем доступным в магазине видам, скажем так, по производителям, и выбрал тот, в котором содержание на порцию натрия самое минимальное. И в принципе его приобрел. То есть все очень просто. Вода у меня стандартная, идет вот фуртаняня, ну в принципе все такую пьют, и ничего здесь выдумывать не буду. Пью пока без ограничений по употреблению воды. Протеин, естественно, не на молоке пью, разбавляю его водой и точно так же употребляю. То есть белка выходит приличное количество, свыше 200 грамм в день. На данный момент для моей массы тела. Кроме этого пью кофе. Кофе хорошо мочегонит, кстати говоря. Ну в целом вообще, вот если взять этот напиток, то неплохой мочегонный эффект. Кроме того, тренировался я в теплой одежде два раза вчера. То есть я одел на себя теплую вещь, кофту, и в ней провел свои тренировки. Все точно так же, с той же интенсивностью. Очень сильно потел, очень много потерял воды. Само собой скинул 2,5 килограмма за день. Кроме того, что у меня по питанию. Естественно, мне нужно откуда-то еще брать энергию. Не хватит одного протеина и всего прочего. Я ем огурцов очень много. В них минимальное количество калорий. Опять же тот же мочегонный эффект. Углеводов практически нет. Кроме того, от углеводов я решил отказаться. Вчера я съел последние, наверное, 50-100 грамм риса, которые были сваренными. Бурого риса, опять же. В нем минимальное содержание натрия. И остальное все приходится на орехи. То есть орехов я съедаю примерно 250 грамм в день фундука. Вот на данный момент, по крайней мере. Затем, может быть, это будет миндаль. То есть без разницы. В орехах у нас тоже, как правило, натрия минимальное количество. Вот такая моя диета. По сути, получается точно так же поддерживающая калорийность. У меня сейчас примерно в 3-3,5 тысячи калорий. Но при этом я отучаю свой организм черпать энергию из облеводов. Опустошаю гликогеновый депо за эти 4 дня тренировок, опять же, интенсивных. А затем у меня будет ровно 2 суток для загрузки. То есть 2 суток я буду грузиться. Кстати говоря, не обращайте внимания на дату, в которой я выложил это видео. Так как я говорил, что буду записывать наперед. Сейчас 24 число у меня. Возможно, видео выйдет чуть-чуть попозже. Поэтому результаты у меня вот такие. И я уже более-менее вижу, в принципе, свой рельеф, как-никак. И понимаю, что мне не так уж сложно теперь попасть в категорию 102,5 килограмма. А по сути, чтобы влезть, мне нужно 98-99. Это сделать уже более-менее реально. Если я за первые сутки натриевой разгрузки уже слил в себя килограммы. Затем пойдет слив воды с помощью мочегонных. Да, мочегонные я вообще никакие не использовал. Пил воду, опять же, на тренировке только фрутонянью. И ограничил ее потребление где-то пол-литра за тренировку. То есть, ну, мне больше, в принципе, не хотелось. Так как в моем организме была вода. И, как правило, когда я максимально заполнен водой. Вот вес 105 килограмм. Полностью растянуты все фасции. Везде вода и под кожей вода. Мне пить особо и не хочется. Потому что организм черпает воду из запасов, которые находятся под кожей. Во время тренировки. В общем-то, секретов особо никаких нет. Вот такая калорийность у меня будет на протяжении 4 дней. То есть, будет большая часть калорий приходится на орехи. В которых минимальное сдержание натрия. Белок буду брать только из куриного филе. Слабо соленого. Очень слабо соленого. Приготовленного безопасным рецептом. Протеина 100 грамм в день. Кстати, очень удобная вещь. Что я единственное понял. И буду вот есть примерно по 100 грамм протеина в день. Под конец уже, когда буду грузиться, я вообще откажусь от мяса. От куриного филе. И буду есть только протеин. Причем в повышенном количестве. До где-то 150 грамм в день. Может быть 180 грамм в день. Потому что все остальное будет приходиться на углеводы. И калорийность там будет и без того высокая. И в мышцах я не посыплюсь. Это само собой так понятно. Ну, последние дни загрузки я имею ввиду. Поэтому грузиться я буду ровно 48 часов перед соревнованиями. И повышу содержание натрия само собой. То есть, протеин будет просто как источник белка, который легко усваивается. Чтобы ЖКТ не перегружать. Но при этом у меня будут другие продукты, в которых высокое содержание натрия. Опять же, в первый день загрузки постараюсь отказаться от высокого содержания натрия. Ну, то есть, оно будет умеренным. Во второй день уже буду смотреть, опять же, по форме, по состоянию. То есть, натрий в некоторых случаях может мне понадобиться, в некоторых нет. Буду ориентироваться на вены, грубо говоря. То есть, вот если вен не будет, буду гладким, но при этом сухим без воды. То можно будет добавить натрия, чтобы эти вены расширились. Вплоть до того, чтобы в последний день добавить что-то соленое из продуктов. Прямо в момент, когда буду закачиваться. Ну, естественно, воду никакую не пить. И тогда мои вены расширятся. Очень быстро, моментально, за 20 минут. Поэтому, вот такие планы. А грузиться я буду? Ну, вы, в принципе, увидите, чем я буду грузиться. Потому что потом выйдут 3 дня из моей жизни подготовки. То есть, последние 3 дня я запишу на видео все фрагменты, все мои приемы пищи. Пока я не решил, чем буду грузиться. Но, в принципе, вы все это в скором времени обязательно увидите. Поэтому, вот такими темпами продолжаю снижать свой вес. На натриевые разгрузки я могу сказать, что я буду терять минимум килограмм в день. В первый день, да, 2,5 килограмма. Потому что они были реально лишними. Они висели на щеках и так далее. Но далее все пойдет более-менее стабильными темпами. Я думаю, что где-то 1,5 килограмма-1 килограмм будет уходить без мочегонных средств. Каких-либо абсолютно естественным путем. Просто буду элементарно потеть. И будет минимальное содержание натрия. Он будет просто вымываться. Весь лишний натрий, который есть в организме. Ну, естественно, я подкидываю панангин. Для того, чтобы у меня не сводила мышцы и все прочее. То есть, слежу за этими моментами. Но, в целом, пока организм справляется. Потому что я, как уже сказал, за 8 дней до соревнований. Я был максимально наполнен натрием, гликогеном и всем прочим. То есть, я был в идеальном состоянии. Потому что моя калорийность была 5000. Я не следил за потреблением соли. Наоборот, дополнительно пил ясентуки. Чтобы чувствовать себя прекрасно. Восполнять электролитный баланс. И теперь вот у меня будет легкая разгрузка. Которая не даст, скорее всего, серьезного стресса моему организму. В течение 4 дней будет жесткое следование. Низко-натриевой диете. А потом будет загрузка, в том числе, уже с натрием. Потому что натрий у нас в основных продуктах, которые нас загружают, он содержится. И без него невозможно получить гликоген и наполнить мышцы до конца. В общем, пока вот такие планы. Оставайтесь на моем канале. Будет много интересного. Будут результаты соревнований. Будут последние 3 дня из моих соревнований, как я все это делаю. На этом все. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok